Следующий вопрос в повестке дня. Переговоры с НАТО по дальнейшему разоружению. Я полагаю, вы читали отчет генерала Гоголя. На мой взгляд, он очень обстоятельный. Благодарю вас, председатель. Думаю, я выражу общее мнение всех присутствующих, если скажу, что принятие предложений НАТО не сможет ослабить нашу оборонительную мощь. Товарищ председатель. Генерал Орлов. Генерал Гоголь слишком самонадеян. Он говорит от лица тех, кто до сих пор цепляется за устаревшие и абсолютно нереалистичные политические взгляды. Мне бы хотелось напомнить, Политбюро, что мы обладаем подавляющим превосходством над силами НАТО. Мы намного сильнее их. В Восточной Германии под моим командованием находится 31 дивизия, включая 11 танковых дивизий и еще 5 в Чехословакии. Наши восточные рубежи охраняют 60 дивизий, в том числе 22 танковые дивизии. То есть у нас десятикратное превосходство. Американцы и западные немцы могут выставить самое больше десять бронетанковых дивизий. У британцев силы вообще чисто символические. Мы разработали множество наступательных стратегий на нашем новом компьютере Кутузов и пришли к выводу, что молниеносный удар десяти бронетанковых дивизий Севера и еще пяти из Чехословакии приведет к полной победе в течение пяти дней при любом возможном сопротивлении противника. Но это просто безумие, генерал. Всем абсолютно ясно, что НАТО непременно ответит ядерным ударом. Никогда! Запад загнивает, и он разделен. Они побоятся нашего ядерного ответного удара. По всей Европе проходят демонстрации с требованием одностороннего ядерного разрушения. Я не вижу смысла рисковать и развязывать войну ради вашей маниакальной жажды завоеваний. Мы должны направить усилия на внутренние проблемы. Генерал Гоголь, позвольте напомнить вам... Товарищи, сядьте! Я хочу напомнить вам, что... Прошу вас, сядьте! Социализм победит на земле мирным путем. Наша военная задача исключительно оборонительная. Вам понятно, генерал Орлов?